Здравствуйте! Предлагаем вашему вниманию новый информационный проект на телеканале Актуальные темы, новости региона, гости в студии, комментарии экспертов. Все в режиме реального времени. И прямо сейчас мы приглашаем вас на политическую кухню. Депутат областного собрания Сергей Пивков расскажет о новых законах, принятых в начале 2016 года. Здравствуйте! Как говорил один известный английский государственный деятель, если бы законы могли говорить вслух, они бы первым делом пожаловались на законников. Как вы, наверное, догадались, поговорим мы сегодня о законах, которые начали действовать у нас уже с 1 января. И начнем с жилищно-коммунального хозяйства. С этого года управляющие компании будут штрафовать в пользу жильцов. Да, за оказание некачественной услуги управляющую компанию можно оштрафовать на 30% от стоимости этой услуги, а в случае неверно выставленной квитанции на 50% от ошибочной суммы. Нарушитель будет обязан сделать не только перерасчет, но и заплатить штраф. Сами жалобы правильнее будет передать в государственную жилищную инспекцию, где проведут проверку, а уже потом документы попадут в суд. Правда, вот в случае доказательства вины управляющей компании компенсацию на руки мы не получим. Штраф вычтут из суммы квитанции за следующий месяц. Ну и это, согласитесь, тоже неплохо. Эксперты вообще уверяют, что теперь управляющим компаниям станет невыгодно недобросовестно выполнять свои обязанности или выставлять неправильные счета на оплату. А если найдутся те, кто все-таки рискнет, то такие компании ждет отзыв лицензии. Что ж, нас безусловно радует внимание и ужесточение требований к предоставлению качественных коммунальных услуг. Подходы тут тоже понятны. Но будут ли они иметь ожидаемый эффект, мы, наверное, поймем только через некоторое время. Продолжая коммунальную тему, стоит отметить еще одно нововведение. С 1 января штрафы для тех, кто забывает вовремя платить за коммунальные услуги, будут рассчитывать по-новому. Теперь должнику дадут месяц, чтобы он мог одуматься, то есть пение начислять за этот период не будут. А вот с 31 дня просрочки пение пойдут за каждый день и составят 1,03 от ставки рефинансирования Центрального банка. Которая, кстати, теперь приравнена к ключевой ставке Банка России и составляет на сегодня 11%. Таким образом, штраф будет капать из расчета порядка 13% годовых. Но если должник продолжит игнорировать оплату, то уже с 91 дня просрочки ему будут начислять пение в размере 1,130 от ставки. А это уже более 30% годовых. Интересный подход, не правда ли? Кто-то, наверное, скажет, что эти меры должны стимулировать потребителей к своевременной оплате коммунальных услуг. Но с другой стороны, из-за общего снижения доходов населения задолженность может вообще увеличиться. А задолженность-то ведь не маленькая. Вдумайтесь, долги граждан за услуги ЖКХ по итогам 2015 года превысили 1 триллион рублей. И это почти 1,16 расходов бюджета страны. И долги продолжают расти. Но скорее не из-за нежелания платить вовремя, а из-за отсутствия возможности. О причинах можно говорить долго, но и тут далеко ходить не нужно. Взять, к примеру, увеличение минимального размера оплаты труда, которое также случилось в начале этого года. Теперь минимальная зарплата, которую работодатель должен платить своему работнику, составляет 6204 рубля. Рост по сравнению с 2015 годом составил всего 4%. А ведь многие наверняка помнят, как еще в конце 2014 года Министерство труда Российской Федерации предлагало поднять уровень минимальной зарплаты до прожиточного минимума. По задумке, повышение следовало провести несколько этапов и уложиться в срок до 2017 года. Однако Министерство финансов предложение тогда не поддержало. Более того, финансисты продвигали идею и вовсе заморозить индексацию соцвыплат на несколько лет, ссылаясь на кризис и сложные экономические условия. В итоге победил компромисс. МРОД в 2016 году повысили, но не на 12%, а всего на 4%. Таким образом, наш прожиточный минимум в текущем году так и останется более чем наполовину выше уровня минимальной зарплаты. А что же такое прожиточный минимум? Это денежное выражение нашей потребительской корзины. В состав ее включен минимально необходимый набор продуктов и непродовольственных товаров, а также возможность погашения обязательных платежей. Заметьте, речь опять об обязательных платежах. Так может, все-таки долги за услуги ЖКХ у наших граждан действительно образуются из-за отсутствия возможности платить по счетам? Тогда мнение экспертов, которые считают, что меры по увеличению штрафов за несвоевременную оплату услуг ЖКХ приведет к сокращению общей задолженности, мне кажутся весьма самонадеянными. Да и вообще, при росте цен, тарифов и других обязательных платежей, разве неправильнее сделать акцент на увеличении мер социальной поддержки наших граждан? Думаю, вы согласитесь, что в нашей стране много тех, кто честно работает, но все равно еле-еле сводит концы с концами. Или тех, кто, находясь на заслуженном отдыхе, не может позволить себе даже самое необходимое. Есть у нас определенные категории граждан, которым нужна помощь государства. И государство эту помощь оказывает. Может, не в том объеме, как хотелось бы, но тем не менее оказывает. И вот с 1 января властям субъектов Российской Федерации предоставили право вводить критерии нуждаемости при определении мер социальной поддержки населения. Как утверждают инициаторы, нововведение направлено на оптимизацию мер соцподдержки и оказание адресной помощи не всем подряд, а только тем гражданам, которым она действительно необходима. Таким образом, каждый субъект теперь сам определит необходимые критерии отбора. Скорее всего, многие здесь пойдут по пути, как я бы его назвал, социальной планки. Суть вводится к тому, что если доход человека ниже этой планки, то он, конечно, может претендовать на получение мер соцподдержки. А вот если его доход хотя бы на рубль, но выше, то уже нет. Справедливо? Не уверен. Недавно мы в областном собрании обсуждали меры соцподдержки многодетных семей Архангельской области. Тогда тоже многие стали говорить о принципах адресности и нуждаемости. Мол, есть у нас и такие семьи, которым поддержка не нужна. Наверное, есть. Но сколько их? Одна, две, пять, тысяча или сколько? Никто таки не ответил. Зато многие почему-то были уверены, что именно эти семьи, самые первые, пойдут оформлять себе дополнительные льготы. На мой взгляд, это тоже весьма спорно. Да и вообще, понятие адресности очень неоднозначное и даже опасное. Какой такой экономической линии можно разделить людей на условно богатых и бедных? Где эта граница? В ситуации с многодетными нам предлагали взять величину прожиточного минимума. То есть, если доход семьи, поделенный на количество ее членов, хотя бы на рубль, был бы выше прожиточного минимума, то такую семью можно считать уже не нуждающейся в поддержке. То есть, условно богатой. Но разве это так? В любом случае, право регионам дали. А вот воспользуются им у нас или нет, и в каком виде, мы наверняка тоже скоро узнаем. И закрывая эту тему, посоветовало бы некоторым представителям власти, особенно федерального уровня, попробовать пойти не в сторону сужения мер соцподдержки, а в сторону введения прогрессивной шкалы налогообложения, когда богатые, действительно богатые люди будут платить налог больше, чем люди со скромным достатком. Но и тут нужно действовать аккуратно и взвешенно. Это был очередной выпуск передачи «Политкухня» о политике вкусно. До новых встреч! В эфире ПСИНФОРМ. Безработица в России – тема сегодняшнего часа. На конец прошлого года численность официально зарегистрированных безработных граждан в Российской Федерации увеличилась на 1,9%. Такие данные приводит Министерство труда и социальной защиты России. На сегодняшний день в Архангельской области уровень безработицы составляет 1,8% численности экономически активного населения. На 13 января 2016 года отмечено небольшое снижение численности зарегистрированных безработных. Прокомментировать ситуацию мы пригласили директора Архангельского филиала судоремонтного завода «Красная кузница» Николая Васькова. Николай Николаевич, здравствуйте! Здравствуйте! Николай Николаевич, а как Вы считаете, нашему региону грозит безработица? За весь регион я, наверное, не отвечу. А за судостроительную промышленность могу сказать, что на сегодняшний день она испытывает острую нехватку как рабочих, так и инженерных технических кадров. И это что касается Северодвинска, то и касается и Архангельской, и Красной кузницы в том числе. То есть проблемы с кадрами существуют? Проблемы с кадрами существуют. А вот в ком больше нуждаются предприятия? Может быть, по региону или конкретно по Вашему предприятию скажется, это управленческие кадры или все-таки рабочие специальности? Нуждаются в высококвалифицированных специалистах. Я бы сказал, всех профессий – сборщиков, сварщиков, слесарей, электриков, но высококвалифицированных. К сожалению, приходят устраиваться на работу только со вторым разрядом и чаще даже с первым. Или ученики. На сегодняшний день им предоставить такую возможность или обучать предприятия с большим трудом могут. Потому что подготовить даже квалифицированного сварщика нужно не менее 100 тысяч рублей затратить на его подготовку. Это не каждое предприятие, а тем более небольшие, имеют такую возможность. Большая нехватка инженерно-технических работников, именно технических. Не менеджеров, экономистов, юристов. Этого добра хватает. А вот именно технорей, их не хватает сегодня катастрофе. Притом везде. То есть молодому поколению стоит как раз обучаться каким-то рабочим специальностям. Да. Но вот, к сожалению, возможности у предприятия обучить нет, да? Так я понимаю. Финансы тоже проблема. Да, мы обучаем, но сегодня затраты на обучение очень большие. Я просто один пример приведу. Что, значит, для того, чтобы сварщика аттестовать морскому или речному регистру, просто за аттестацию нужно заплатить 5,5 тысяч рублей предприятию. Поэтому представьте себе, сколько нужно затратить для того, чтобы он начал работать. А вот я по себе помню, что мы 6 месяцев обучались сварке, и каждый день мы сжигали 2 пачки электродов. Это примерно по 1,5-2 тысячи рублей за каждую пачку. То есть, вот и считайте, сколько нужно затратить для того, чтобы квалифицированного специалиста вырастить. А через 6 месяцев он выходит в лучшем случае с третьим разрядом, но худше это второй разряд. Все равно. Ну, вот такая ситуация, которую вы знаете конкретно у себя на месте. А мы попросили прокомментировать ситуацию с безработицей, с уровнем безработицы в Министерстве труда, занятости и социального развития Архангельской области. Давайте послушаем. Рост безработицы в Архангельской области в декабре месяце носил сезонный характер. За декабрь численность безработных возросла на 1160 человек, но в первые три дня января текущего уже года численность безработных была снижена на 293 человека. Связано это с тем, что, во-первых, людям нужны были справки о том, что они где-то получают доход, либо состоят на учете в службе занятости. Ну и второй момент – это неформальная занятость, где главы начали активно работать и, соответственно, длительно неработающие граждане, которые не оформлены на предприятиях области, они были вынуждены встать на учет для того, чтобы служба занятости их в дальнейшем трудоустроила. Областная служба занятости прогнозирует снижение численности безработных в связи с реализацией активной политики занятости в рамках государственной программы, которая реализуется на территории Архангельской области. Это временная занятость безработных, это финансовая поддержка безработных граждан для открытия собственного дела, профессиональное обучение по востребованным профессиям на рынке труда, а также создание специальных рабочих мест для родителей с детьми-инвалидами, многодетных родителей. Говорить о критической ситуации с безработицей в Архангельской области преждевременно. Увеличение численности безработных – это сезонный характер, который на сегодняшний день будет снижаться. Ну, вот такое мнение эксперта. Нас успокаивают, говорят о том, что безработицы нам бояться не стоит, потому как ведется всяческая поддержка безработным гражданам, и не стоит беспокоиться по поводу отсутствия работы. А вы как считаете? Согласны с этим? Это мнение эксперта. Ну, я бы сказал, что нельзя расслабляться. Вот у нас и президент, и премьер говорят о том, что на сегодняшний день надо более, наверное, внимательно подходить и к поиску работы, а тем более самим гражданам искать работу. Не надеяться на то, что будут по безработице платить, а именно искать. И еще хотел бы остановиться, что даже безработные, те, которые сегодня безработные, надо идти учиться. Учиться профессии и идти на работу. Не ждать, когда государство будет вас кормить, обеспечивать. Потому что чем богаче и сильнее государство, чем больше граждан работают и приносят пользу государству. Ну, вот я согласна, конечно, с вами. Вы считаете, что безработным куда стоит лучше обратиться? В центры занятости или конкретно на какое-то предприятие в первую очередь обратиться? Ну, здесь, я думаю, что и то, и другое нужно использовать. Данные стекаются в центр занятости, но когда рабочий приходит на предприятие и конкретно разговаривает в отделе кадров, там ему скажут более детально и те профессии, которые необходимы. Может побеседовать и с рабочими, и с инженерами, те, которые работают на предприятии, более детально узнать о системе оплаты труда. Поэтому он скорее найдет эту работу. То есть стесняться не надо? Не надо, да. Надо идти, надо проявлять инициативу о всем, да. Николай Николаевич, а как вы думаете, вот как вы считаете, оплата в регионе труда у нас достойная? Ну, на сегодняшний день, даже на Красной Кузнице у нас средняя заработная оплата где-то около 40 тысяч. Поэтому я считаю, что это достойная заработная оплата. И все, опять же, зависит от того, как люди работают. Издельная оплата труда, она всегда оплачивается достойно. Надо просто приложить знания, опыт. Хорошим специалистам достойная оплата. Все, казалось бы, правильно. А вообще существует такое понятие, как текучка кадров? Существует. У нас на сегодняшний день, к сожалению, мы избавляемся от нерадивых и только принимаем тех, которые, по нашему мнению, после собеседования, прохождение определенных испытаний, они устраивают нас. Мы только тех принимаем. Просто так вот всех тех, кто приходит, мы не принимаем. Наверное, из 10 одного только берем. А утекают ли вообще кадры наши, местные, куда-то в другие города? Ну, вот на сегодняшний день переезжают редко. Только по состоянию, когда семейное положение складывается так, что надо переехать. А в основном задерживаются. Вот у нас текучесть кадров на сегодняшний день, даже по итогам 2015 года, она с плюсом, при том очень большим, существенным плюсом. То есть принято больше, чем уволилась. Ну, это хорошо, да? Действительно. Николай Николаевич, давайте всем пожелаем хорошей, интересной, высокооплачиваемой работы. Я благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, что у нас в студии был директор архангельского филиала завода «Красная кузница» Николай Васьков. Продолжает эфир авторская программа «Телеблог». С недавнего времени в России введен запрет на самостоятельный забой выращенного на продажу скота. Согласно правилам, делать это могут только профессиональные забойщики и исключительно на специально оборудованных для этого площадках. Этой теме посвящен блог Михаила Силантьева, члена движения «Аграрная Россия». Здравствуйте. Я сегодня расскажу вам кратко о том, как большой федеральный документ влияет на жизнь простого обывателя, живущего в городе Архангельске. Вот с 1 января этого года у нас вступил в силу действие нового таможенного регламента по качеству мяса и мясной продукции. О чем это говорит? О том, что с 1 января у нас запрещен так называемый дворовой убой животных. В итоге все наши фермеры, другие личные подсобные хозяйства, которые выращивали на продажу кроликов, свиней, бычков, они не имеют права продать забитых у себя на подворье животных. То есть все мясо, которое у нас сейчас продается на рынке, оно привозное с этого момента. Потому что, к сожалению, несмотря на то, что вот этот документ, таможенный регламент вступил в силу 1 мая 2014 года, и у нас еще было почти два года на то, чтобы подготовиться, построить бойни так называемые, К сожалению, с 1 января 2016 года область увидела, что на нее упал как снег нагло вот этот закон. Сегодня мы, конечно же, экстренно, срочно начали решать эти проблемы. Строительство боин с тахановскими темпами началось у нас по всей Архангельской области, но, к сожалению, этот процесс очень долгосрочный и очень дорогой. Любая самая дешевая бойня стоит порядка 10 миллионов рублей. Это не потянуть простому маленькому предпринимателю. Поэтому вот сейчас нам и всем нашим предпринимательскому сообществу, работающему в сельском хозяйстве, нужна, конечно, большая поддержка со стороны администрации. В этот период, когда идет кризис, когда нехватка денег, это очень тяжело сделать. Поэтому документ принят, закон вступил в силу. Наши предприниматели получили ощутимый удар в своем бизнесе сельскохозяйственном. Ну и для того, чтобы люди понимали, о чем идет речь, когда вы приходите на рынок, когда вы приходите в магазины и видите, что продается местная продукция, спросите лишний раз, как и прочее, значит, как она была забита, где есть ли документы, и не факт, что это окажется продукцией именно произведенной в Архангельской области. Кратко так, спасибо, с вами был Михаил Силантьев. Мы продолжаем в прямом эфире телеканала ПСИнформ. И прямо сейчас у нас информация короткой строкой. Министерство образования и науки проводит анализ ситуации выполнения финансовых обязательств перед педагогами поморья на местах. На сегодняшний день есть финансовые нарушения в нескольких школах Архангельска, поэтому вопрос выплаты зарплат педагогам находится на особом контроле. Министерство образования и науки области открыло горячую линию телефон 8182-200-245. Опубликован рейтинг активных пользователей социальных сетей за зиму 2015-2016 года. Архангельская область вошла в десятку самых пишущих регионов, сообщает портал «Правда Севера». По количеству пишущих российских авторов лидирует ВКонтакте, около 19 миллионов уникальных авторов. На втором месте – Инстаграм, третье место – Фейсбук. В Архангельске возведут памятную стеллу, посвященную 50-летию движения студотрядов. Архангелогородцам предлагают поучаствовать в турческом состязании по созданию эскиза памятной стеллы, которая впоследствии станет достопримечательностью города. Победитель конкурса также получит денежный приз. По сообщениям Двинаинфорум в Архангельской области в Крещенскую ночь, правопорядок будут охранять более тысячи полицейских. Также к ним присоединятся народные дружины. Всего в регионе состоится 64 крещенских мероприятия. По предварительной информации, в них примут участие свыше 11 тысяч человек. А прямо сейчас в программе «Дело время» уполномоченный по защите прав предпринимателей в Архангельской области Николай Евменов о тех новшествах, которые ожидают предпринимателей малого и среднего бизнеса в этом году. Добрый вечер. Теперь уже с полным пора вам можно сказать, что 2016 год наступил. Страна отпраздновала и Старый Новый год, а Старом и Новом, но с точки зрения законодательства. И поговорим сегодня вместе с уполномоченным при губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей Николаем Евменовым. Николай Викторович, добрый вечер. Здравствуйте, Александр. Получается довольно интересная ситуация. Федеральные законы, которые действуют на территории нашей страны, они едины, но нормативная правовая база, она разная. Получается, и условия для развития бизнеса разные в наших регионах? Безусловно, есть маневр у региональных органов власти, примитивных к региону, разрабатывать те или иные нормативные правовые акты. Когда мы говорим о том, что федеральный законодатель дает такой маневр, безусловно, речь идет о том, что качество этих актов будет на том уровне, чтобы бизнесу условия были равны для развития. Вот анализ этих правил и позволяет нам сегодня выявить тот дисбаланс, который есть с точки зрения ожидания потенциальных инвесторов, игроков на рынке и возможного действия органов власти с точки зрения, чтобы убрать эти негативные проявления. На ваш взгляд, этим правовым маневром Архангельской области в полной мере пользуются? В этой связи мы с коллегами очень серьезно стали прорабатывать вопрос, насколько эффективно мы смогли бы путем внесения изменений в региональное законодательство, в местные акты, оперативно убрать негативные проявления, которые в последние годы мы видели. Еще год назад ряд инвесторов приходило и только спустя 300-400 дней получали документы на строительство. Сегодня такой срок уже сокращен в два раза. Почему? Потому что уже почти 7 муниципальных образований, самых крупных, присоединились сегодня к единой системе выдачи документов. Это разрешение на строительство и акт ввода объекта в эксплуатацию. Эти три этапа еще год назад не были никак администрированы. То есть фактически каждое муниципальное образование по-своему применяло и по срокам, и по порядку процедур. Насколько новые законопроекты будут выноситься уже в этом году? Вы можете что-то об этом сказать? Если говорить про муниципальный уровень, то это, безусловно, вынесение изменений в правила землепользования города Архангельска. Создана профильная комиссия при городской думе. Сегодня очень активно проявляет себя администрация города Архангельска с точки зрения улучшения правил игры в сфере строительства. Буквально после 25 января будет заседание комиссии, на которой наши коллеги, это союз строителей Архангельской области, это институт бизнесу полномочного. Мы подготовили ряд предложений, которые будут улучшать содержание правил землепользования. Насколько я понял, правовые шаги навстречу бизнесу происходят, а сам бизнес заинтересован прийти к нам сюда, на север? Наша самая главная задача, это еще и удерживать тех коллег, кто сегодня работает у нас здесь. То есть, по сути, это форма реинвестиций. Те заработанные средства, те проекты, которые сегодня существуют, по сути, в себя, а не переходить в другие регионы, не уходить от нас. Наше предложение было компенсировать затраты на сертификацию местной продукции. Если у предпринимателя сегодня пошив детской одежды происходит в Архангельской области, он обязан сертифицировать эту продукцию. Это расходы 400-500 тысяч рублей. Так вот, инициатива, связанная с компенсацией этих затрат, бюджет уже взял на себя. Фактически в 2015 году наша инициатива была поддержана Министерством экономического развития, и план мероприятий по этой господдержке был расширен, поскольку федеральный акт позволял это сделать. И вот тот называемый маневр, который сегодня есть в региональной власти, он, собственно, был воспринят адекватно и положительно, и эта мера поддержки сегодня находит свое отражение. Тот самый маневр вылился в лишних полмиллиона рублей для кого-то? Да, по сути, да. Это серьезная экономия, и, как мы говорим, даже штрафные санкции, вот эти сотни тысяч рублей, они, бывает, уничтожают компанию. А тут меры поддержки и, опять же, сохранение оборотного капитала у компании послужат развитием этой компании и дальнейшим, в общем-то, точкам роста для той же экономики, в частности, малого бизнеса. Тема очень интересная, предлагаю к ней вернуться еще в течение этого года, поэтому прощаюсь сегодня, но не прощаюсь с этой темой. Благодарю, Александр, мы готовы. Мы продолжаем. Вот уже около 20 лет в России действует федеральный конституционный закон об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации. За эти годы повысилась ли правовая грамотность нашего населения? Насколько мы знаем о защите своих прав? Поговорить об этом мы пригласили в студию уполномоченного по правам человека в Архангельской области Любовь Анисимова. Добрый вечер. Любовь Анисимова, здравствуйте. Любовь Викторовна, здравствуйте. Добрый вечер. На посту омбудсмена вы уже порядка 7 лет. Что-то изменилось за это время? Люди стали больше знать о своих правах? Как вы считаете? Я бы хотела сначала очень коротко сказать, что мы-то в регионах работаем по своим региональным законам, но тоже у нас закон действует уже порядка 20 и даже чуть более лет. За период своей работы я бы хотела сказать, ну, во-первых, к нам стали больше обращаться. Этот институт во всей стране стал более популярен, известен и увеличивается статистика обращений. И когда мы анализируем эти обращения, я бы сказала, что по ряду вопросов действительно наши граждане стали чуть лучше разбираться в своих правах, возможностях. Однако, вы, наверное, согласитесь со мной, что у нас законодательство меняется не просто часто, а очень часто, если не сказать систематически. Информированность населения все-таки недостаточно об этих изменениях. И как показывает опыт, большинство тех, кто к нам обращается, все-таки не совсем правильно оценивают свою ситуацию, свои возможности законодательные. И поэтому мы многое делаем для консультированного населения правового просвещения. Поэтому сказать, что у нас сегодня очень повысилось, нельзя сказать, мы не успеваем за изменениями. Но вот какая-то статистика существует, кто к вам чаще всего обращается? Конечно, мы ведем статистику, мы постоянно ведем анализ, мы обязаны это делать по категориям. И я бы так сказала, что вот категории к нам, тех людей, которые к нам обращаются, они практически соответствуют тем категориям, которые представляют население нашей области. Если говорить о мужчинах и женщинах, то я здесь развею миф о том, что женщины больше говорят и жалуются. Неправда, приблизительно 50 на 50 из тех, кто к нам обращается. К нам обращаются молодежь, люди зрелого возраста и пенсионеры. И здесь тоже еще один миф, говорят, вот пенсионеры больше жалуются. Нет. Вот в прошлом году мы подсчитали около 30% из тех, кто к нам обратился. Это и жители нашей области, и те, кто живет в других регионах. И к нам достаточно большое количество поступает обращений даже из-за рубежа в отношении своих родственников, знакомых. А какие проблемы чаще всего затронуты в своих обращениях? Вот вы знаете, все годы, которые я работаю, структура этих изменений, обращения почти не меняется. Конечно, появляются какие-то нюансы, новые обращения в зависимости от того, как меняется ситуация наша жизненная с вами. Но если говорить по основным группам, то всегда доминируют вопросы, связанные с жилищными правами. Это предоставление жилья, это неисполнение судебных решений по предоставлению жилья, капитальному, текущему ремонту, ну и так далее. И вторая наиболее такая значимая группа, это обращение тех лиц или их родственников, или тех, кто выступает в их защиту, кто находится в местах принудительного содержания. Это и учреждение УФСИН, учреждение УМВД. Любовь Викторовна, мы уже открыли страницу 2016 года, а как, если подытожить, каким для вас был 2015-й? Все ли проблемы решены, все ли получилось, удалось? Я думаю, что я скажу правду, если скажу, что он для нас был таким же не совсем простым, несколько тревожным, как и для всех нас. Сказать, что те проблемы, по которым люди обращаются к нам, разрешены, все разрешены. Это тоже будет неправдой, потому что вот даже то, что я назвала, это проблемы, которые накапливались, если не годами, то десятилетиями. Это проблемы, которые требуют серьезных финансовых ресурсов, имеют объективный характер. Ну, представьте себе, это снос и строительство, замена ветхого аварийного жилищного фонда. Это ремонт изношенной инфраструктуры ЖКХ. Это строительство мостов или переправ. Конечно, это требует времени, средств, ограниченных денег, поэтому я не смогу сказать, что эти вопросы решены. Вместе с тем, конечно, в каждом конкретном случае, я хочу сказать, что мы стараемся, исходя из имеющихся возможностей действующего законодательства, оказать максимальное содействие людям. И вот мы сейчас подводили итоги, более 70% тех, кто к нам обратился, в той или иной степени их проблемы оказались разрешены. А вот куда стоит обратиться гражданам правильно? И как правильно это сделать? Может быть, мы не всегда знаем, что... Да нет, вы знаете, мы стали вообще достаточно известными в нашей области, но я повторюсь, во-первых, у нас есть сайт, он так и называется, сайт Уполномоченного по правам человека в Архангельской области. Заходите, очень просто. И на этом сайте у нас находится вся информация, телефоны, адрес, порядок обращения, как к ним нам подать. Мы принимаем и по электронной почте обращения, наш закон теперь это предусматривает, у нас работают горячие линии. Хочу лишь напомнить, что мы находимся в здании на площади Ленина 1, офис 210, у нас, ну, один из телефонов, помню, наизусть 207-296, ну и электронная почта там тоже указана. То есть все, у кого есть интернет, могут воспользоваться услугами вашего портала? Кстати, я хочу сказать, меня очень радует, всегда и удивляет, что наши ветераны очень хорошо управляются с электронной почтой, обращаются и приходят, говорят, вот у вас на сайте написано там вот так. Вот все ли вопросы вообще вы компетентные как-то ответить на все проблемы? Может быть, какие-то есть не самые корректные вопросы? Люди не всегда понимают, что это не к вам вопрос. Вы знаете, в целом я бы хотела сказать, что действительно, несмотря на то, что мы работаем достаточно уже количество лет в стране и на территории Архангельской области, у людей несколько завышенные ожидания от нас, они представляют более расширенную нашу компетенцию, да, больше возможностей, чем мы имеем. Но обращение, конечно, по очень большому спектру вопросов. Единственное, что бы я хотела обратить внимание, что все-таки к нам нужно обращаться с жалобами на действия государственных и муниципальных органов власти и их должностных лиц, а не по любому вопросу, не по любой сложной ситуации. Да, у нас и по соседу бывает, и вот горячую воду отключили сразу к нам. Ну, бывают какие-то сложные, такие достаточно безвыходные ситуации, к которым мы подключаемся, конечно, да, но все-таки, все-таки в первую очередь нужно обращаться в уполномоченные органы. И если вы недовольны, не согласны с их решениями или ответами, тогда к нам. Хорошо, а принимаете ли вы к рассмотрению какие-то анонимные заявления? Ну, к примеру, какая-то там организация? Нет, наш закон не предусматривает, прямо четко запрещает нам прием анонимных обращений. Я могу очень коротко объяснить. Дело в том, что сами мы можем, конечно, проводить контрольные мероприятия, но очень часто, ведь мы подключаем, инициируем проверки контрольных, надзорных органов, и поэтому у нас должна быть официальное обращение к нам, информация соответствующая, которая подлежит проверке. Пожаловаться на руководство нельзя, да? Вот, допустим, некая организация называет, организацию кто, ну, не подписываясь, да, нельзя, это исключено. Ну, вы знаете, такое, конечно, тоже бывает, просто уж мы разговариваем, как правило, это по горячим линиям, такие обращения идут, и, безусловно, эти обращения мы же не кладем трубку. Конечно, мы разговариваем, пытаемся понять, в чем дело, но мы советуем, куда нужно обратиться и в какой форме, чтобы эта проблема была разрешена в таких случаях. Ну, Любовь Викторовна, давайте подытожим. Все граждане, которые хотят задать вам какой-то вопрос, могут смело к вам обращаться и, конечно, воспользоваться услугами вашего сайта. Там расписаны все правила обращения. Я хочу сказать, что они это делают, о чем говорит статистика обращений к нам, более 11 тысяч и в стекшем году. Ну, Любовь Викторовна, я вам желаю наступившего года удачного, обращений реализованных, ну, и спасибо вам, что пришли к нам на эфир. Напомню, что у нас в студии была уполномочена правом человека в Архангельской области Любовь Анисимова. Продолжает эфир новости региона. Начальник полиции Северодвинска покидает свой пост. Рапорт об увольнении Владимир Зернов написал еще в конце декабря. По информации северодвинских журналистов, не последнюю роль в отставке главного полицейского города сыграли внутриведомственные скандалы, связанные с делами банды шаманинских. Еще одно уголовное дело уже полгода идет в Котласе. Два котловских врача-травматолога Денис Агибалов и Иван Бычков обвиняются в причинении смерти пациента из-за належащего исполнения своих обязанностей. По версии следствия, врачи не могли диагностировать у пациента разрыв подмышечной артерии и лечили совсем от другого. Своей вины они до сих пор не признают. Полицейские Новодвинска задержали на территории центральной задержанной на территории центральной городской больницы, скрывавшегося от органов следствия мужчин 1979 года рождения. Житель Котласа подозревается в совершении грабежа. Его вскоре доставят в Котлас, сообщает об этом пресс-служба УМВД России по Архангельской области. Однако, надеюсь, в Новодвинске есть и хорошие новости. С нами на связи Курпункт в Новодвинске. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, Елена. Сегодня Новодвинсы, как и все православные христиане, готовятся к крещенским купаниям. У нас на озере Смерди построена Иордань. В 12 часов ночи там состоится обряд водосвятия. И все желающие, а среди жителей Новодвинска их очень много, смогут окунуться в воду, которая в эту ночь станет святой. Также к сегодняшнему выпуску новостей мы готовим материал о новом необычном сотруднике полиции. Он мохнатый и ушастый. Это овчарка. Имена у полицейских собак не принято называть. Оперативный сотрудник, сами понимаете. А еще сегодня в нашем эфире сюжет о турнире по боксу. В минувшие выходные прошло первенство Архангельской области на призы первого чемпиона России по боксу в нашей области, мастера спорта СССР Бориса Александровича Порядина. Борис Александрович Порядин привел любовь к боксу сотням новодвинских парней. Сегодня они продолжают его дело, воспитывают новых чемпионов. Один из таких воспитанников Николай Черняев. Он тренирует новодвинских боксеров. На ринге выступают его ученики. Борис Александрович был хороший тренер. У нас в Новодвинске больше не было никого, кроме Бориса Александровича. Всю жизнь отработал, я у него тренировался. Борис Александрович уже как два года нет, в памяти его проводил. Хороший тренер был. Я даже был, никому спуск не давал. Бокс – один из самых травмоопасных видов спорта. Боксера защищают только перчатки, шлем и, конечно же, ловкость и умение отвести удар. Даниил Малашков занимается боксом уже 8 лет. Юноша подает большие спортивные надежды. Он, как и все боксеры, чтит память Бориса Порядина. На ринге он показал хороший результат. Даниил стал победителем этих соревнований впервые. Для него это большая честь. Впечатления турнира очень хорошие, потому что, не забываю, Бориса Александровича Порядина как боксеры, все очень хорошо приехали, все очень сильные. Жарко было не только на ринге, но и в зале. На турнир пришло много болельщиков. Каждый бурно поддерживал своих спортсменов. Тихо в зале точно не было. Лево, лево, право! Водя, переди, переди! В числе почетных гостей на турнире присутствовала супруга Бориса Порядина, Степанида Алексеевна. Она никогда не пропускает местные соревнования по боксу. Сегодня, в принципе, как и всегда, она болела за новодвинских спортсменов. Некоторые из них в свое время тренировались у Бориса Александровича. Я хотела бы поблагодарить всех организаторов турнира, которые принимают активное участие в проведении этого турнира. Это руководство комбината, администрацию города, всех коллег и друзей по спорту и работе. И, в общем, всех неравнодушных болельщиков, которые любят этот вид спорта. Думаю, что этот турнир проходит на хорошем уровне, как и при жизни моего мужа. Новодвинцы достойно отстояли честь города и заработали 5 первых мест и 3 вторых. Также победители турнира будут представлять нашу область на первенстве Северо-Запада, которая пройдет в феврале этого года в Новодвинске. Чемпионского титула в своих весовых категориях удалось добиться Даниилу Малашкову и Андрею Жукову. Они будут отстаивать нашу область в первенстве Северо-Запада. Мы продолжаем. В прямом эфире информационный блок «ПС-Информ». И сейчас мы предлагаем, дорогие зрители, принять непосредственное участие в нашей программе. Объявляем рубрику «Ваша новость». К нам можно позвонить в прямой эфир и рассказать о своей главной новости за прошлую неделю. Телефон редакции телеканала 639-717. Звоните, делитесь самыми главными и значимыми событиями вашей жизни. Мы все живем в одном городе, в одной области, в одной стране. Имя нам земляки. У нас много общего. Так что звоните, делитесь своими новостями. Телефон прямого эфира, еще раз напомню, 639-717. Так, мне подсказывают, что у нас есть уже звонок. Алло. Так, пожалуйста, говорите. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Антон Григорьев, и я живу на Силикатном в одном из двух домов, в которых уже с 31 декабря нет воды. И нам не собираются исправлять ситуацию. Насколько я знаю, даже на январь у них нет в планах работы. Да вы что. Да, конечно, новость не самая такая веселая. Еще раз напомните, пожалуйста, ваш адрес. Мы этот вопрос, возможно, и адресуем. Я живу по адресу Силикачиков, дом 2, корпус 3. Дом напротив меня, корпус 2. Также без холодной воды, как и мой. А как вы справляетесь? Ну, берем у родных, у знакомых воду питьевую. Ну, да, конечно, действительно, этот вопрос надо как-то решать. Я думаю, что все наладится обязательно. Спасибо, Антон, что вы к нам позвонили. И я напомню, что каждый из вас, дорогие зрители, могут позвонить к нам, задать свой вопрос, либо рассказать о какой-то своей новости. Я, конечно, жду хороших новостей. Достаточно холодно сейчас, но хорошие новости – это тот способ, чтобы согреться. Я думаю, что тоже неплохой. Звоните 639-717. Ну, а если будут у вас какие-то, может быть, действительно, такие не самые простые вопросы, мы их непременно адресуем руководству, передадим туда, куда надо. Так что не беспокойтесь, пожалуйста, все ваши проблемы обязательно каким-то образом решатся. Ну, и будем надеяться на то, что до нас кто-нибудь еще дозвонится. Напомню, что на телеканале ПС Новый информационный блок, ПС Информ. Мы работаем в режиме реального времени. Телефон 639-717. Это еще раз напомнило для тех, кто желает до нас добраться прямо сейчас. Мне еще раз говорят, что до нас кто-то дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Я хотела бы с вами поделиться своей новостью. Для меня она очень-очень замечательная. Я сегодня первый раз решила в крещение погрузиться в купель. Я очень долго думала, надо мне это или не надо. Это же очень страшно. И сегодня мы всей семьей, дочь, мама, сестра и я, едем погружаться в женский монастырь, в Радово. Ага, вот даже вот так. Да, Ольга, действительно хорошая новость. А как вы вообще решились? Вы себя настраивали в течение года или это вообще последнее такое желание неожиданное возникло? Ну, наверное, не в течение года. Это мысль в крещении, перед крещением посещала меня, но я как-то боялась и все время этот момент оттягивала. А сегодня сестра сказала, хватит, пойдем, будем все погружаться. Это должна быть семейная традиция, даже так, наверное. Я думаю, что традиция действительно, она такая и существует. Значит, безусловно, не вы одна, Ольга, будете сегодня принимать такое действие, обряд крещения. Ольга, спасибо вам, большой звонок. Я желаю, чтобы все ваше мероприятие прошло на ура. Ну и, конечно, здоровья вам и всего хорошего, всей вашей семье большой привет. Напомню, телефон прямого эфира 639-717. И у нас есть звонок, мне подсказывают еще. Здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Светлана. Здравствуйте еще раз. Я смотрю вашу передачу по каналу ПС и хотела поделиться своей новостью с вами. Загрянула утром в интернет и увидела, что евро и доллар так здорово подорожали. И ужаснулась. Но зайдя в магазин, я увидела, что и цены прилично выросли. И сто по 80 рублей. Как-то так стало совсем не весело сегодня. Да, Светлана, новость действительно актуальная. Все мы ходим в магазины, все мы удивляемся этой новости. Но вот скажите, а что вы делаете в связи с такой ситуацией? Доллар растет, мы как-то грустим по этому поводу. Ходя в магазины, что вы предпринимаете? Не покупать какие-то продукты, может быть, которые были обычно в вашей сумочке? Или как вообще вы выходите из положения? Ну, конечно, прежде всего, эти продукты, которые раньше хотелось, они теперь не в нашей сумочке, а в магазине смотрят на нас. И выбираем что-то подешевле, что-то вообще не выбираем теперь. Зато есть повод, можно там похудеть, например, да? Отказавшись от сладких конфет. Да, я именно сегодня об этом подумала. Под варианты. Это не просто новости, как мы обычно принято их видеть. Это действительно интерактивное общение со зрителем. До нас можно было дозвонить, задать свои вопросы. 639-717, это телефон редакции прямого эфира. Ну, мы продолжаем. Главная новость для всех православных христиан. На 19 января отмечается крещение Господня, Богоявления. Считается, что в ночь с 18 на 19 весь праздничный день вода наделяется особыми целебными свойствами. В этом году всем прихожанам рекомендовано взять с собой в церкви бутыли с водой. Обратите на это внимание. С такой просьбой к жителям Архангельска обратился митрополит Даниил. Часть наших храмов делятся на такие, где люди приходят за водой, а часть, где люди приходят со своей водой. Вот изначально, там, где я рос, город Воронеж, мы не знали такой традиции. Каждый приносил свою воду. И в этом и заключалось, в частности, благочестие народа. Он брал самую лучшую. Если ты с ржавчиной придешь, то и такой же с рыжей, с такой водой и уйдешь. И здесь мы столкнулись, что именно в некоторых наших храмах воду привозили, разливали. И вот это, конечно же, вызывает опасность. И нарушаются санитарные нормы. И плюс еще, конечно же, те иконы и фрески, они начинают очень быстро, даже, я бы сказал, катастрофически разрушаться. От той сырости у нас и так влажность очень сильная. Поэтому вот принято, священнослужители меня просили, чтобы было единообразие, чтобы люди приходили со своей водой. Подобно тому, как на Пасху мы приходим каждый со своим куличом, со своими яйцами. Да, и как бы дело именно церкви осветить все это. Поэтому вот заранее предупреждаем всех людей, чтобы потрудились, не только уходили с водой, но чтобы и приходили. И еще одна просьба, чтобы не брать огромные канистры. И это абсолютно ни к чему. Не было тогда такое в народной традиции. Вода разбавляется. И если мы разбавим вино, то качества уменьшаются, крепость уменьшается. Но вода остается той же. Сколько бы мы ее не разводили. Поэтому всегда я вспоминаю свое детство и других православных христиан. Мы приносили не такие уж большие. Безбетончиками ходил народ раньше, 70-е годы. И вот приносили, и хватало, разбавляли, даже поделиться с соседями. Поэтому вот такая просьба. И еще хочу обратиться с тем, что объяснить, что 18-го, что 19-го. Вода по своей сущности одинаковая, потому что читаются одинаковые моритвы. Для чего дважды свящается вода? Для удобства. Чтобы одни пришли 18-го, другие 19-го, и чтобы не было столпотворения. В течение всего дня будут выходить священнослужители и будут освящаться вот те сосуды, которые будут приноситься. И даже если кто-то не успеет, и на следующий день придут, и 20-го придут, и мы все равно освятим воду. Так что, чтобы не было этого столпотворения, чтобы чистыми сердцами мы воспринимали эту божественную благодать. Как мы поем в храме всегда перед Пасхой, в воскресенье Твое Христе спаси, ангелы поют на небесах, и нас на земле с подоби чистым сердцем Тебя славить. И когда мы идем и берем какую-то белую рубашку, то мы всегда моем руки. А здесь мы не только руки моем, мы еще очищаем свои сердца, и в таком мирном состоянии мы принимаем этот великий дар, приносим к себе домой, и каждый должен вспоминать о том, что с ним произошло когда-то. Большинство наших людей, они приверженцы православной культуры, традиции, нас кого-то в детстве, кого-то постарше крестили. И вот этот дар крещения мы должны не просто в себе содержать, а мы должны его выращивать, чтобы он дал не только листочки, цветочки, но и плоды. Плоды добрых дел, плоды покаяния и Христово смирения и любви. Это было обращение митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила. А вот спасатели советуют тем, кто желает принять участие в крещенских купаниях, воздержаться от злоупотребления спиртных напитков, по возможности иметь при себе горячий чай и не задерживаться на льду после принятия обряда крещения. На этом все. Напомню, это была программа «ПС-Информ». В студии работала Лена Гончарова. Запомните телефон прямого эфира телеканала «ПС-639-717». Я желаю всем удачи и до встречи завтра в 19.50.